Казанский университет всегда готов принять любые инициативы от студентов, ведь студенческая жизнь – это не только неотъемлемая часть учебного процесса, но и успешный путь в достижении побед. Именно поэтому 17 ноября в одном из красивейших залов Казанского федерального собрались активисты органов студенческого самоуправления вузов с различных городов России. Заседание совета приняло формат круглого стола, где каждый мог высказать свою точку зрения. Ректор Казанского университета также поделился личным видением развития перспектив студенческого самоуправления. Мы ставим задачу, начиная с студенческой страны, чтобы чувство реализации всего собственного потенциала у молодых людей появилось такое, что они не могут сделать здесь. Никто, кроме вас, это не сделает. Никто не придет. Что-то говорят, что-то можно сделать, кто-то пусть нам что-то скажет, а что делать и как делать, сказать никто не может. Представители Федерального агентства по делам молодежи и руководства КФУ обсудили с активистами масштабные проекты, на которые действительно стоит обратить внимание. Много значимым достижением для нас является победа в Привозском окружном этапе всероссийского конкурса «Студенческий лидер», победа в Одинском межвузовском конкурсе в специально значимых проектах «Моя инициатива в образовании», победа в различных номинациях ежегодной студенческой премии Республики Татарстан, Республиканского фестиваля «Студенческая весна», золотой диплом номинации университетских хорек и хорек и учебных заведений. Эти и многие достижения являются результатом тем, что взаимодействие с техническими общественными объединениями и администрацией университета. Стоит отметить, что КФУ стал площадкой для проведения мероприятия не случайно. Мы видим, как изменился университет, вообще как изменился университет в мире, их роль в мире и роль университетов у нас в России. То есть, их границы стали прозрачными. Мы вообще не можем себе представить, как это обособление университетов от реальной политики, от системы образования, общего среднего национального образования в регионе Российской Федерации. Насколько они открыты и насколько они прозрачны. Именно эта информационная прозрачность, их открытость, оно зависит от их эффективности, их работы. Подтверждая сказанное, ректор Казанского университета подписал соглашение о дальнейшем сотрудничестве с Организацией студенческого самоуправления КФУ. Не обошлось и без подарков. Представители иногородних студенческих организаций искренне поздравили КФУ с 212-летием. А после гостей в УЗА ожидал приятный сюрприз в виде экскурсии по студенческому телеканалу Универ-ТВ. Здесь они узнали много нового. Я впервые вижу студенческое телевидение, которое вещает в круглосуточном режиме. Здесь, как я узнал из экскурсии и из посещения телестудий, довольно-таки на высокопрофессиональном уровне выходят информационные, новостные программы, которые освещают различные аспекты студенческой жизни. Прошедшее мероприятие призвано сыграть важную роль в развитии студенчества. Безусловно, такой обмен опытом между представителями молодежных организаций России всегда полезен и нужен. Адель Шамилова, Дмитрий Язвинский, Ленардо Вольтьяров, Универ-Ньюс.